Яночка, доброе утро! Доброе утро! Ты посмотри на эту труженицу! Полупусловой прилавок! Яночка, что произошло? Саныч, честно, вообще не хотела выходить в день на работу, вышла только из-за заказов. Из-за заказов. Вот мясо сдала, сейчас то, что есть, да продам и поеду праздновать. Может, ты бы сказала правду, что ты вышла ради наших зрителей, потому что ты знала, что придет Сан Саныч, будет снимать. Я и так смотрю полупустой мясной корпус, друзья, мы вам сейчас покажем. Почему так? То есть люди просто уже разъехались, многие на Пасху, да? Да, да, многие поуезжали, даже вчера вот я наблюдала, я вот ляпну за Вику, наблюдала за Викой. Она всем, она сказала, я не выйду даже на заказы. Все, человек уехал отдыхать, умница. А я же дурная женка. Ты труженица, да, да. Да, да, я дурная женка. Ну, мы же скорпионы, мы же до последнего. Ну, нет, выйду, сделаю заказы, ребята как раз забрали, очень много, ты видел? Какая ты умничка, да, только что забрали. Там то, что есть. Татьяна, привет, хоть Татьяна не захотела засветиться на видео, но вам привет огромный. Она каждый вот выпуск, она все, и по всем твоим вот направлениям, ты что? Это на самом деле очень приятно. Подошла сейчас к нам наша зрительница, наша подписчица, Александр Александрович. Спасибо за то, что показываете, открываете, много новых точек для себя узнала. И вот прям по маршруту, по нашему, прошлись. Огромное вам спасибо. Кто тоже так делает, пишите в комментариях. И, кстати, лайк поставьте тоже сами себе. Да. Яночка, ну, сегодня у нас 4 мая, суббота, и, собственно, мы пришли на рынок, и мы, в общем-то, очень-очень рано пришли, в надежде увидеть здесь какой-то ажиотаж. Но уже на подъезде к привозу я понял, что, скорее всего, он, если и будет, то позже. Потому что для меня, знаешь, когда подъезжаешь к привозу и машин еще нету, ну, я рано просто приехал, да, плюс паркинг полупустой я обычно на паркинг ставлю, знаешь, потому что обычно, ну, когда там приезжаешь уже в 9-10, уже мест нету на паркинге. Сейчас и полупустой паркинг, и людей не так много. Александр Александрович, много людей вчера было. Вчера делали базар, да? Вчера очень много людей было, многие повыезжали из города. Я бы тоже вчера бы выехала, если бы мне сегодняшний заказ. Я бы тоже уехала. Деньги надо, понятно, да. Понятно. С тобой все ясно. Ну, слушай, многие еще... Очень люблю деньги. Да, я понял. Многие еще, может быть, и пекут пасхи, да? Ну, короче, по хозяйству. Опять-таки, это все не про тебя, поэтому ты на базаре, да? Нет, Саныч, ты знаешь... Что, пекла пасхи в этом году? Я не пеку пасхи вообще. Ты же знаешь, я хозяйка от бога. Я умею кипятить только воду. Вот это у меня получается лучше всего. Кипяченая вода, без соли и без сахара. Я думаю, в юности у тебя хорошо мивина получилась, да? Ты заваривала... В моей юности не было мивины. Появилась, то у тебя, наверное, ты мастер-классы давала по заварке мивины, да, скорее всего? Да, 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 наверное. Яночка, ну, о чем с тобой говорить? У тебя пустой прилавок. Расскажи хотя бы цены. Давай, ну, вот что было, что есть, что будет. Может быть, ты знаешь, что после пасхи там цены упадут в два раза. Саныч, не знаю, что будет после пасхи, потому что еду к родителям надолго. Буду аж в пятницу на работе. Еду к родителям. У меня внучек 5-го числа день рождения. Нам по три годика. Еду, соскучилась. Хочу их просто зацеловать, обнять бабами-девочке. Сначала отмечу день рождения, потом отмечу Пасху. Приеду аж в пятницу. Ты можешь представить, какая я приеду? Ребята, буду... Друзья, то есть в субботу мы снова увидим Яну, да, вот это, как вы любите, запухшую вот это вот, да, да, погулявшую. Я еще не отошла от... Еще не отошла от... Еще не отошла от... Ну, в общем, Яночка, я рад, что ты едешь отдыхать. Молодец. Молодец. Расскажи нам цену. Саныч, ну... Вот здесь могла бы быть ваша реклама. Ну, есть кусочек антрикота, конечно, он заказан, это вот, да, да. Ну, хоть покажем, да, хоть... Антрикотик у нас 200 гривен, как был, так и остался, да. Рассказок антрикота пьяный. Да, да, да. Потушить это просто... 200 гривен такой антрикот. 200 гривен, но вкопа уже... Груди, наш, пондра и ребро 160. На говядину цена не поднялась вообще. Качалка задняя 290, биток был 290, филейка была 650, передняя качалочка 290. Вся мякоть по 260 гривен, то есть сек, лопатка, бедрина, яблоко, кострица, к сожалению, нету. 260 гривен. Агузок 240 так и был, голяшка только на кости была последние два дня. На кости голяшка была 120, 130, смотря какая голяшка. Не выкатывай. Передняя, да, передняя 120, задняя с крючочком 130 гривен. Шея 200, гуляш 160. Ребят, ну, вот так вот. Ян, я думаю, что через полчаса здесь уже все продашь, да? Санна, сейчас вот еще пару человек, вот моих самых любимых придут, и я накаплю. И я так. За руль и вперед. Яночка, что нас в машину водит. Красота. Уже где-то полгода, да? Да, уже полгода как сама езжу, да. И как нормально. Боже, это такой адреналин. Это так хорошо, особенно, когда я выхожу на трассу и еду к маме. Это адреналин просто. Мне очень нравится. Чего я раньше этого не сделала, я не знаю. Молодая была, думаю. Нет, работа, работа. А, я все, а, сегодня, завтра, на осень, на весну, на лето, в том году, а, давай уже в следующем году, все. Тот поступает, тот учится, там внучки родились, там еще что-то. И у меня вот такое вот. И работа, я же не беру отпуск. Я же вообще за 22 года, что я работаю на привозе, я в отпуск ни разу не ходила. То есть, один день я себе позволяю сделать выходной. А тут я решила плюнуть на всю эту работу и уйти в загул. Молодец. В конкретный. Молодец. Заслужила, заслужила. Яночка, тебе можно звонить, заказывать? Да, конечно, конечно. Говори на телефоне. 099-377-2641. Рынок привоз Яна. Яна отправляет мясо по всей Украине. Умничка. Хорошо тебе отдохнуть. Спасибо, Саныч. Со всеми близкими, родными. Потому что Пасха, это, наверное, такой как раз праздник, когда максимум все собираются за семейным столом. Дальше еще проводы будут. Ну, на проводы я не поеду, у меня, слава Богу, все жили здоровы. Либо Пасха, либо проводы, вот так вот все собираются по максимуму. Поэтому хорошо тебе отдохнуть, встретить всех своих близких, друзей, знакомых, родных. И хорошо оттянутся. Я умею ссануть. Я даже не сомневаюсь. Друзья, с вас подписка на канал, если вы до сих пор этого не сделали, прямо под видео подпишитесь. Потому что мы сейчас пойдем, покажем вам реальную картину. Ну вот, полупустой привоз. Как знаешь, есть некоторые блогеры, я смотрю там, надо что сделать? Надо сделать громкий заголовок, чтобы как можно больше людей поинтересовать. Пустой привоз. Они приходят в понедельник, когда никого нет, Александр. Понятно, в понедельник вечером приходят пустой. Я просто зрителям говорю. Ну вот сейчас можно как раз снимать такой контент. Мы даже, может быть, напишем пустой привоз. Пустой привоз, да. Что-то сделаем. Что-то сделаем для того, чтобы как-то привлечь внимание зрителей. Но, кстати, если после просмотра видео у вас останутся ко мне личные вопросы, пожелания или предложения, вот мой инстаграм. Подписывайтесь на меня в инстаграм, пишите в личку. Я отвечаю очень-очень быстро. И еще очень важный момент. Есть телеграм-канал «Взрослый разговор», где вот мы показываем больше, чем везде. То есть мы туда и бэкстейджи со съемок, и какая-то есть дополнительная информация, и наши фотографии с продавцами в неофициальной обстановке. Александр, ты так шутишь, ты там читал один комментарий. Напомни, я один не читал. Возьми Яночку, там что-то, жена там в гостиницу, либо домой там жена. Спасибо. Ну, люди опытные, люди опытные. Да, да, да. Я офигела, я прочитала, думаю, боже, что у людей в голове. Ты, кстати, давай, уже забронировал. Забронировал, да? Конечно, давай быстрее. Бляха, я наряд не одела. Давай, защищай мясо. И что важно, там есть наши фото с парамцами, есть информация о том, чем занимается этот продавец. Ну, например, яна, говядина, доставка и так далее. Вот, время работы, номер телефона и даже геолокация. То есть вот вы приехали, вы не одессит, вы не знаете. Или даже одессит, вы не знаете, как найти яму, например, да? Нажали на геолокацию и дорожка вас вот так вот кривая привела прямо вот сюда вот, в эти острые руки, хотел сказать. Красивые руки. Красивые, да. Красивые. Красивые, нежные руки. Все, по поводу гостиницы мы решили, давай? Да, да. Все, я сейчас быстро и приду. Я быстро, но я тоже не буду спать. Друзья, вы видите, что происходит у меня за спиной. И это раннее утро, еще нету даже восьми утра. Ну, как Яна и говорила, многие продавцы просто не вышли. И базар был вчера хорошим. Мы, кстати, вчера снимали новый рынок. Если вы не видели, то посмотрите, где-то вот будет здесь ссылочка и в конце видео. И сравните, кстати, цены. Ну, а я традиционно сделаю вам проходку. Давайте посмотрим, что же у нас происходит с мясом. Ну, вообще в мясном корпусе. Вот так он сейчас выглядит. Ну, как видите, да. Как мы и говорили, фактически все полупустое. Посмотрим вообще, кто есть из наших девочек, которых мы обычно показываем. Ну, я скажу вам так. Даже если вдруг здесь мы особо ничего не узнаем, то мы пойдем в молочный корпус. Я думаю, что там реально движ. Я думаю, что там реально движ за готовой продукцией, за колбасой. Ага, вот есть Мариночка. У Мариночки, кстати, есть мясо. И есть вон Оля с Кристиной. Так, слушайте, ну мы сейчас все будем узнавать. И цены на свинину мы, конечно же, тоже узнаем. Мариночка, доброе утро. Доброе утро. Вы труженица, несмотря на то, что привоз полупустой. Да, вот я так уже показал. Мы есть, да. Но вы есть. А это у вас остатки? Ну да, что осталось. Почему вы на работе, расскажите? У меня был большой заказ, поэтому вынуждена была быть. А, все, я понял. Ну, я так понимаю, что спрашивать шею, наверное, смысла нет. Нет, шеи нет. Ее нету. Она была вообще сегодня? Нет, под заказ. Под заказ была только. Почем она была под заказ? 240. 240. Не менялась, да, цена? Ну, я цену не поднимала. Что сегодня вообще в дефиците, кроме шеи? Кострицы. Кострица нет, да? Чашлык, чем мясо. 180. Челагач, ну, еще немножко есть, да? Да, 200 гривен. 200 гривен челагач. 200-180, это даю специально. Да, биточек? Биточек 220. Ага. Да, хорошее сало было 100 гривен, а 50 уже такой, попроще. Ну, понятно. Что здесь? Почеревок 150. Где почеревок? Почеревок. Это прям мясо лежит. Красивое, да? Да, это одно мясо. Вообще гарни. 150. Шикарно. Потом ребра 180. Вот такие. Ребра хорошие. Красивенькие, да? Да, вообще местные. Кому-то повезет еще. Кто-то успеет урвать, как говорится, да? Ребра гарни 180. В итоге, я говорила, 220. Ну, и так все, да? А гарнишки-то ваши? 70. 70. Это тоже США осталось. Такая одна осталась, да? Ждет счастливого обладателя. Вам можно звонить, заказывать. Да, конечно. Вы еще отправляете? Все уже? Уже перестали отправлять? Да, осень не перестала пока. Но можно здесь заказать и забрать. Говорите номер телефона. 067-116-1517. Марина. Марина, огромное вам спасибо. Хорошей торговли. До свидания. Оленька, доброе утро. Доброе утро. Вот даже когда базара нет, вы все равно умудряетесь собрать очередь. Молодцы, да? Мы стараемся. Вы стараетесь, да? Качество товара, свежесть. Вот свою очередь. Я, честно, не ожидал вас сегодня. Видите, но вы не приедете. Мы, что мы холодец у нас уже застыл. Холодец застыл? Дома? То есть сейчас на продаем и на холодец? Я понял. Я понял. Так, ну что сегодня? Ну, сало по 100, по чаревок по 120. Такой по 160. Такой по 160. Ну, это такой, покажи, это колерованный. Такой красивый. Так. 160. Пашиночка 160. Вот такая красавица. Биточек по 200 гривен. Мы дороже не продавали. Шиев же нема. Була шиев, да? Зранку была, да? Она должна была зранку купить. Не может. Уже, да, уже даже вчера вечером уже не было шиев. Это шиев, она продана. Это я просто показываю. Это нам показываю, для зрителей. Дивися, какая шиечка. А пашиночка по чем? 160. Шикарная шиевка. Шиев шикарная. Мясо вообще здесь шикарное. Дивися, кашиночка. Я все время сюда еду на привоз. Это будет основной. Шиечка 250 гривен. Ясно. Ну, была, да? Да, ну, она продана. Это я вам уже показать. Да, да. За дочек по 180. Все, что осталось. Кастрец и укорочка кусочек. Ребро серединка 200. Уже нема продали. Грудиночка 180, 170. А там як Бог дасть. А там як Бог дасть, да. Как будете торговаться, да? Да. Все на все. Это мы же на привозе. Пюрышки такие по 130 гривен. Гляньте, такие пюрышки шикарные. На борщик. После паски булеванчик борщик захочется. Гляньте. По-любому. Челагачик 180, красавец. Да. Обрезочки по 100 гривен. Дарницкая 150. Копы, да? Немножки по 30 гривен. Ну, все. Ну, это все, так понимаю, заказы. Это лопатка. Не, лопатки. Задки разобрали. Задки разобрали. Лопатки. Тут все заказ. Все, да. Люди заказали и сплять. Сегодня же суббота. 50 гривен. Сегодня суббота. Люди в субботу хотят трошки поспать. Мишлова была успокоена. Да, да, да. Поэтому... Скажите, пожалуйста, как вы будете работать со следующей... На следующей неделе у меня не будет. Вообще? Ни одного дня. Ни четверг, ни пятый. Проведена неделя. Мы не працюем проведенную неделю. Вот так, друзья. На следующей неделе? Да, у нас не будет. Печать не будет. Да, ни одного дня. А потом, как обычно, четверг, пятый, суббота, да, мы так и будем. Так будет 16, 17, 18. Да. Вот так вот. Мы же людям так и кажем, просто по-честному. Ну, конечно. Начинаешь, это будет кать через субботу. Можно делать предварительные заказы уже на те дни. Да. Да? Я думаю, на Пасху наедяться так, на проводы, что... Ну, оно знаете, как пойдет. Да, это точно, как пойдет. Можешь развязаться и... Ну... Тем более, если будет хорошая погода, то шею, я думаю, вы будете востребованы. Скажите, скажите номер телефона. 067-997-5611. Супер, огромная. Да, вам спасибо, хорошая вам торговля. Спасибо. Хорошо вам, ну, быстренько распродаться и доехать домой, и холодчик, все дела. Короче, хорошо отпраздновать Пасху. Да. Счастья, любви, здоровья. И вам тоже. Все то самое, накрачиваем. Да, уже увидимся тогда аж через... Ого, через две недели. Да. Ну, время пролетит вот так вот. Людочка, доброе утро. Доброе утро, Сан Саныч, здравствуйте. Для вас вас видеть сколько? Пол девятого у вас вполне пустая, можно сказать. Ну, мы, честно говоря, побоялись. Побоялись брать много мяса, но надо было. Ну, тоже всех денег не заработаешь, надо все-таки отдохнуть. Просто необходимо. И несмотря на то, что рвут свинину и говядину тоже в цене. Вот молодому человеку взял он бараний жир, курдюк. Курдюк, да. И я говядину, вот он будет на люля, да, вы берете? Курдюк, да. Да. Я отвечу. На мы тут делимся. У Сан Саныча передача... Расскажите, расскажите нам рецепт. Да, который... Можете... Можете рассказывать рецепт? В каком соотношении, кстати? На килограмм бараний, на килограмм говядины, на 300 грамм гундюк. И вот получается отлично. Просто сейчас перемолоть, да. И какие специи вы используете? Ну, полноспеции для бараний. Просто берете для бараний, и все получается. Это будет шикарно. Я согласен, я вижу уже. Да, видите, да. А что, если закатать, ну, это кебаг, если закатать в сеточку еще? Да, 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 да. Ну, у вещёнок на бараний, кстати, есть сеточка, но мне надо заказать. А, взяли, да? Да, да. У меня этот молодой человек, он, вот, постоянный покупатель, да. Он знает толстого же ученика. Прямо вот он разбирается. Даже, вы знаете, прям приятно. И это будет действительно классно, то есть... Да. Ничего страшного. 150, ну, это свиной остался. Говяжий продали. То есть телятина плюс барашек, он даст этот запах такой, ну, как положено. Да, вы позвали совсем, мальчик, вот. Потом, смотрите, есть такие даже... Можете привет кому-то передать? Да, да, да. Без проблем. Разно. Ну, я сейчас сдал, скажем так, да. Да, вот, смотрите, да. Да. Чуть-чуть того, чуть-чуть того, сейчас буду ему сортировать, чтобы... Чуть-чуть на килограмм. На килограмм 300 грамм, да, мы услышали, да. Уши, так? Уши свиные. Уши свиные, но покупайте будут ваши. Вот, ну, нормальная торговля, потому что говядина на Пасху идет, как бы, не всегда. Ну, вот вам рецепт, пожалуйста. А что вы взяли, что там за мясо? Я взяла ему самое лучшее, качалочку и кусочек сека, да. Возьмите себе, пожалуйста. Самое нежное, и чтобы, видите, все было без прожилок. Да, да, но вы зачистили классно. Да, ну, вы же знаете, нашу зачистку. Да, вот, хотя бы один кусочек, и вот кусочек шеи. Правда, мясо сегодня взрослое. Вот лопаточка еще, 250 даю. Лопаточку шейку 200 даю. Пёрышки 150, антрикот 180. Это уже распродажа. Обязательно мясо должно быть плотно. Плотно. Не телятина. Не грудь, мусор, да. Это негативно. То есть, как говядина должна быть? Именно. Берет много воды. Надо в педе. Куда воду лучше дать минералам. То есть, чтобы газ был, да, наверное? Куяльник идеально, кстати, самая лучшая вода. Я на ней вырос, вы, наверное, тоже, да? Тут собрались одесситы просто. Да, что да, то да. А воды сколько добавлять? Да, это сколько возьмет. Сколько возьмет, да? Добавил, спил. Разбиваете вы как? Постарками или? Ну, случайно разбившал. Потом сбивать надо обязательно. Чтобы она взлотнилась. И воды, ну, она много берет. До пол-литра. До пол-литра. То есть, чтобы арентироваться. То есть, 300 грамм курдяка, килограмм говядины именно. Именно говядина плотная. Специи для барашка берете. Ребята, мы сейчас даже подойдем к кому-то, ну, мы показываем периодически. Нам покажут, расскажут, какие берут для бараньи специи. И вода. Да, еще никаких яиц. Яиц. Курдюк вяжет. Да, да, да. Клотность. Да. Ну, а соль тоже так, по вкусу. Соль, ну, все. Да, да. Сейчас такая соль, что надо пробовать, потому что, ну, она вся. Да, да. Я вот взяла мелкую и вообще-то что-то насолила. Да, перец черный, перец крупного помола. Супер. Вот, ребята, пока мы общались, посмотрите, какой прекрасный получился фаршик. С этого мяса и с курдючка. И все, больше ничего отсюда. Все. Все, мой хороший, 430 гривен. Игорь, вам огромное спасибо за рецепт. Любочка, вам огромное спасибо. Вы скажете номер телефона для заказа? Да, 063-850-255-15, Людмила, старый мясной корм. Огромное спасибо. Вот такая услуга, как перемол, пожалуйста. Вас тоже, извините, да, что сумбурно. Извините, что без драки, я понял. Ждем вас на следующей неделе. Да, договорились, до свидания. Мы будем в среду, если что. Мы в среду. Это 180. До свидания. Ну вот в такие моменты нерадивые блогеры показывают вам пустой привоз, друзья. Хотя, ну, понятно, почему он сегодня пустой. И я хочу вам еще показать с этой стороны мясной корпус. И после этого мы с вами пойдем узнавать цены на баранину. Мы попали в закулисье, друзья, смотрите. Анечка, как она обращается с ножом? Ого, сокиры. Ой, сокира, давай я отойдем. Это мало ли. Вдруг рука дрогнет. Не. Не? Уже с закрытыми очами, но я не буду этого показывать. Не надо, да, да, да. Не, ну мы как-нибудь сделаем какое-то шоу, да? Но не сейчас. Анечка, а сколько лет ты уже занимаешься бараниной? Ой, много. Сколько много? Десять точно. Десять лет? Да, десь двадцати лет. Такая юная девчина, я уже давиться, я по-нас. Сокираю. А где ты училась? Кто тебя учил? Виктория Юрьевна. Конечно. А вон еще левша. Потому что с ней такой себе был. Я покажу тебе украинскую шульга. Шульга? Я не знаю. Я думаю, что шульга это тот, кто шульгает. Не-не-не, что шульгает? Ну да. Не, шульга левша будет. Мы же сейчас все учимое украинское, поэтому... Правильно, правильно. Треба больше ее практикувати. Так, так. Ты молодець, ты молодець. Ты просто богиня, да? Уси... Я так... Нет, возьми Сокира, возьми Сокира. Уси бабы, как бабы, а вот вона богиня, да? Ну, Сокираю, как... Ну, не можно ничего иначе сказать, когда тебе топор. Да-да-да, Сокира. 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 Как это? Людине, яка Сокирует, а Сокирует... Не, можно я подержу? Так, треба оказать новое. А ты еще так ножиком вот так колоду, как ты делала. А? А ну еще давай, просто. Я просто здесь тебе так ножик играл в дворе. Тут прям... Одни страшные удовольствия, да? И Сокира, и класс. Да. Что, как ты думаешь, Викуля нас порадует сегодня чем-то интересным? Рецептиками там? Так, сегодня щось будет цикаво, однозначно. Дивимось, будет цикаво. Шикарная, шикарная женщина. Викуля, привет, Анечка. Анечка работает все нормально. Доброе утро, доброе утро. У вас лежуха. Мы, скажем так, очень долго сидели на лавочке и ждали, пока девчонки отпустят. То одного покупателя, то второго, то третьего. Баранина пользуется спросом, тем более, что такая баранья, такой ягненок, да? Викуль. А, я как раз, да. Это вот люди на заказ. Сескар. Мы, да. А, вкусняшка. Ага. А, я же показываю, мне нравится. А в слюнке твой? Да. Кара-ягненка, это самое ценное, что я всегда говорю. 5-6 месяцев. Да. И все, и все здесь. Прямо на новом привозе. Викули и Анечке. Викули и Анечке, да. У нас всегда свежайшая молодая ягнятина. Сюда подберем самое лучшее. Благодаря Сан Санычу вы познаете вкус бессарабского мяса. И вообще вкусы всего привоза. Только благодаря Сан Санычу вы можете качественное мясо купить. И можете не сомневаться. Сегодня, кстати, очень много посходило уже людей и благодарило по этому поводу. Огромное спасибо. Мне очень приятно слышать такие слова. Потому что, ну, когда, ну, в комментариях кто-то обезличенный пишет какую-то гадость. Ну, там подсои сидят. Еле-еле едаешься. А реальные люди подходят и говорят, вот такое. Мне приятно. Спасибо большое. Мы стараемся для вас, наша задача снимать, показать вам максимально качественных продавцов, качественные продукты. Цены, ну, тут такое дело, как говорится, если вы хотите и море, и по колено, так не бывает. Да, если вы хотите качество, качество всегда стоит денег. Вот, это прекрасно мы понимаем. Анечка, еще раз здравствуй. Мы только что смотрели, как ты разделывала вот там это все. И, кстати, Анечка говорила, что ты им и всему научила. Ну, благодаря талантливой Анечке. Она мне много чему научила. А я так, топором махать чуть-чуть. Пиду и звися. Да? Я тебя люблю. Я тебя божью. Девочки, что у вас вообще происходит? Я понимаю, что мясо есть, вы подготовились, все нормально. Очень сильно старались. А гости будут с мясом. Очень много заказов отправили по всей Украине. Очень много людей пишут. Очень много оставляют сумасшедших положительных комментариев. Мясо мы цену не поднимали. Как была задняя часть, 320 гривен, так и она и осталась. Все наши молоденькие задочки, как всегда, зачищенные. Всегда молоденькая огнячка. Я уже представил ваши молоденькие задочки. Мясо идеальное. Мясо на жиркое. Мясо на шашлык. Идеалочка на шашлык. Духовочка. Жиркое пловщик. 320 килограмм. Вот наши челогачики. 500 гривен килограмм. Вот ленточка. Челогачик. Вот. Я показываю. 500 гривен килограмм. И вот ребрышки. 220 гривен килограмм. Жиркое пловщик, шурпушечка. Потушить. И, между прочим, хороший цитрамон по утрянку, после праздничков. Отварить на маленьком огонечке. Как всегда, наша лопаточка. 300 гривен килограмм. Духовочка. Жиркое запечь. И тоже великолепно. Отварить на маленьком огонечке. И будет маленькое, обезболивающее. Вкусное, сладкое и нежное. Мы маринуем, мы фаршируем и делаем все. Я хочу сейчас вместе с Анечкой показать, как мы будем сейчас мариновать мясо. Ух ты. Да, как будем выкатывать задочек и мариновать мясо. На сегодняшний момент сейчас я вам нарежу челогач. Вот нам люди заказали 15 килограмм мяса челогача. И закрываете сразу маринад, да? Этот без маринада поедет. А этот поедет с маринадом. Супер. Вот есть разница. Вот есть челогач, хочу показать. Есть более постный челогач. Есть более... И есть пожирнее. Вот. Три вида челогача. Как кто хочет. Они по возрасту одинаковые? Одинаковые. Что этому полгода? Что этому полгода? Они как люди разные бывают. Ну, я вот такая вот. А я чуть-чуть поменьше. Я тоже молодая и сочная, мощная. Это я сюда взял. О, это сюда. Это у нас все провешено. Помнишь за хорошую древне денежную премию? Да, да, да. Для помните времена. И вот. Что вы видели, что, как мы режем. Вот. Наши челогаччики. Пока люди заказали, мы уже половину продали. Молодцы. Мясо баранины всегда надо покупать на Пасху. И делать духовочку. Есть такое выражение, чтобы был смирный, умилетворенный год. Поэтому кроткого ягня ставят на стол. И чтобы всегда жизнь была умеренная, тихая и сладкая. Класс. Смотрите, видите? Вот. Класс. Хорошечки. Так. И это ты сейчас просто нарезаешь? На полки на меня все можно? Да, можно. Сейчас девочка отпустит. Я чуть-чуть не получается у меня, но я вам отдам. И вот здесь лишняя косточка идет, чтобы не был сильно тонкий биток. Одна косточка срезается. Выбрасывается. Чтобы не было разорванного челогача. А подправите, где все вам сделает. Челогач? Есть, есть. Какие косточки? Да. И вот опять здесь косточка забирается, чтобы кора ягненка была правильная. Мастер-класс по нарезке коры. Да, очень много нюансов в этом мясе. Если вы думаете, что вы сможете разрезать, это тоже неплохо, но эти нюансы надо учитывать. Мне тоже бывает иногда. Как хорошо, что есть YouTube-канал «Заосный разговор», и там есть звезда Викуля, которая все это показывает. Да, бывает тоже. Бывает тоже. Попадает ножи в косточку, и начинается вот это вот. Мы хендешефт с нервной системой. Так. Конечно, я оставила ножку повыкатать, а молодой человек ее купил. Но мы подберем другую ножку для выкатки мяса. Ага, вот так вот. А потому что что в большой семье... Да, не щелкают пальцами и не танцуют ча-ча-ча. Это вот. Вот этот челогайчик наш. Вот это корей и гненочек. Это заказ, да? Да, это заказ. Мы будем дальше продолжать, чтобы мы не тянули время. Да, конечно, да. И все. Теперь нам заказали в мякоть затка. Вот задняя ножка. Я ее разрезаю, да. Будем сейчас ее зачищать. Все в режиме реального времени. Вы можете сразу засечь по времени, сколько это происходит. Зачищать. Все по-честному, никакого... Люди забирают себе на жирко или на шашлычок. Я так и не знаю. Но попросили замариновать шашлычок и сделать мякоть затка. Те люди, которые захотели, чтобы мы мариновали, фаршировали, вовремя все делали, заказы. И мы это все отправляли. У нас Анечка вам расскажет еще про наш приз. Ух ты, вы же разыграли, да, недавно? Да. Все, Анечка расскажет. Кому ушло, да? Обязательно ушло. И это так было все интересно. Так было, да, то есть не было левых. Какие могут быть поставки в нашей жизни? Мы же наши хорошие девочки. Вот выходит косточка. Это кака шурпучка? Кто-то хочет шурпучку, кто-то хочет. Смотрите, вот здесь вот есть в спинке, в попке тоже лимфоузел. Ты его убираешь? Не только в коленке. Срезается, вот косточки. Так, жирочек человек любит остается. Да, здесь хороший жирок. Вот это вот выкатываем еще галяшечку. Тоже есть свои нюансы, видите? Видно, что ты это не первый раз делаешь. Да. Вот, выкатываем это мясо. Лимфоузлы просто выкидываются, да? Ну, не животным, ничего. Не, ну, это не опасно. Ну, да нафига это? Да. Как говорится, нафига попуха. Гармония с у него кадила есть. Да, да. Так, вот здесь вот, вот здесь есть идет лимфоузел. Вот лимфоузел. Уходит, он вот здесь вот, лимфоузел здесь в седле. Вот этот лимфоузел. Сейчас мы на него посмотрим. Вот, ведь. Не такой, он сильно страшный. Но он есть. Да. Вот люди заказали мяско. Что ты будешь на жирку или на пловчик, они что хотят будут сделать. Выкатывала, то есть, тобой с ним ничего, мы не мариновать ничего не надо. Абсолютно нет. У нас есть специальная коробочка для костей, но ее не надо показывать, она не симпатична. Анна Владимировна, будьте любезны, цебулю, кинзу и специи. А теперь мы будем мариновать. Итак. 500 гривен киллоравра. И еще путь близне. Все. Солнышко, дай мне, пожалуйста, этот тазик на скамеечке. Как запахнулся луськом. Да. И специи. Специи. Ой, класс. Так. И курика, как всегда, готова. Смотрим. Цеболька. Наша цеболька. Кинза. Ее надо хорошо сжать, да? Да, 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 да. Кто любит кинзу, кинза. Кто не любит кинза, не надо кинза. Кто хочет мариновать, кто не хочет на мариную. Солит, пертит. Это лично дело вкуса. Как всегда, мои любимые приправы. Ну, сумишь, не буду трогать, потому что здесь есть кинза. Угу. Вот, приправа для баранины. Как я ваши кулички обожаю, особенно в перчатках. Ну, а что делать? Это. Никто же не говорил, что будет легко. Да, не говори. Тяжело первые сто лет. А потом пойдет как надо. Приправочка. Угу. Солька. Чесночок. Черный перец. Все. Взяли недостаточно. Ах, все. Делаем массаж. Ой, класс. Все. Так. Делаем. Подушечку, да? Ставим челагач. Ни в коем случае вот это вот челагачом не делаем. И не солим, не перчатки. Да, вообще. Потому что если вы начнете жмякать челагача, она оторвется от этой изысканной косточки. Мясо, да. Вот. О, сделаем одеяльце. Не, не, не. Надо кинзу, надо обязательно. Вот. Она дает такой запах обалденный. Она вообще божественная. Вы знаете, что, ребята, можно сделать так? Берешь шашлычок, берешь лавашик. Ставишь в мысочку. С мангала снимаешь челагачик, колбаску, люляшечку, шашлычок. Ложишь в этот лавашик. Уже заранее готова белая цебуля с тинзой. Пожмякал. Кидаешь на жареное мясо, закрываешь лимашечку. Лавашечками оставляется на пару минут. И все. Прохладная водочка, венцом, хлебушек. И отдыхаем. Хорошая компания. Вот. Только чтобы суперрецепт от Виктории. Да, ни в коем случае не массажируем. И массажировать этой ленточки не надо. Запрещено. Она просто порвет мясо. Вот так. Было бы неплохо, чтобы оно постояло. Да, после настоять. Люди придут в час дня. И она уже здесь поженится. Ну, даже если я ночь в холодильнике постою, это вообще будет идеал, мне кажется. Да. У них еще есть такой друг. Мистер Чао. Они для них сердечко. Такой качок, собачка. Мистер Чао. Вот. Все? Это готово. И вот мякоть. Люди Амеля на шашлычок, или на жирко, или на пловчик с жирком захотели. Вот. У вас вот так вот можно заказать. Обязательно. Любой зритель, любой покупатель может вам позвонить и заказать. Любой зритель, любой покупатель, с любого города, города, Украина нашей земли родной, можете позвонить, заказать. Маринуем, делаем шашлычок, замаринуем на духовочку. Люди, которые внимательные, пишут, заказывают и не имеют себе дома геморрой. Согласен. Мансы, шмансы, все. Все. Викуля, куда звонить? Где тарельца? Я уже стою, головой кручу. Ну, не вижу я, где Николай. Я так увлеклась, сегодня просто бурный такой день, хочется все быстренько рассказать. Наш телефончик 067-790-54-86. Мы доставляем такси доставочку по всей Одессе и делаем доставку по всей Украине в термоупаковке. Напоминаем вам, все лето, июнь, июль, август будем отправлять мясо по всей Украине. Мясо потрясающе доходит и оно просто великолепное. Подпишитесь на наш инстаграм, Сан Саныч вам все оставит. И вы увидите все отзывы нашего мясопродукции. Только Саше, Александру Сан Санычу, вы познаете вкус сладостей нашей одесской жизни. А те, кто на нас подписан, знают, что у нас есть снижки, еще снижки для подписчиков, снижки от пароля Сан Саныча. Потім вы видели, что мы разыгрывали ягненка молочного, разыграли, приезжала, жена забрала у нас его, у нас Херсону. Ух ты! Півтора года живет тут и сказали, что это первый ягнен в ее жизни, что она еще не кушкувала баранина. Мы не могли с ней связаться, она всем звонила, обрадовалась, мужу, невестке, туда-сюда. То есть у нее был занят номер, да? Да. А вот так. Мы все это сделали. Супер. И еще... Мы поздравляем, во-первых, победительность. Илья, она зовут? Иленочка, солнечному Херсону большой привет, мы очень любим ваш город, у вас очень-очень классно. И я вас поздравляю, загадайте желание, я думаю, что вы уже, наверное, его съели, да? Напишите в комментариях, какой это был вкусный барашек, ягненок, и что вы из него приготовили. И мы решили с Анечкой, Анечка подала очень правильную идею, что мы будем периодически разыгрывать, делать фанкурсы. Отлично, молодцы, молодцы. И хотим... Вот, например, я читала комментарии на ютубе, все и пытались, что это у Анны на руке. Что это у тебя на руке? Там сказали, что Вика делает. Бьет, бьет Вика ей. Что Баран вкусил. Давайте, давайте, поднимайте актив, будут цикаго, какие-то варианты. Напишите вашу версию, да? Да, да, да. Я тоже не знаю, на самом деле, что с Анне произошло. Я, честно, всегда думал, что это тебя Вика бьет. Я видел, что там просто плетка стоит, я думал, это же как бы, да? Вот, ну, напишите ваше мнение, что это, что произошло с Анной. Или происходит, может быть, ежедневно. Да, да, да. Это не проходит, вы разумите, не проходит никого. Николай, да. Привет. Знаешь, если мы сейчас еще начнем конкурс по поводу моего носа, что писали. А по поводу моего веса и моей задышки. Естественно, я дама большая, я пока здесь бегаю право-влево, естественно, задыхаюсь. Груди большие. Приходится держать на подбородок, чтобы было нормально. Ну, не бывает, да? Так, и знаете, этот лиричный отступ. Да. Можно? Анечка, тебе все можно. Так, Анечка, у тебя была загадка. Яка она была? Самая мала площадь в свете. А, друзья, самая мала площадь в свете. Она находится в месте Одессы. И были правильные отступки? Ты читала? Я сейчас не видела их. Ну, я думаю, еще площадь, это площадь Остапа Бендера. Площадь Остапа Бендера, это Дерибасовская, Гурсад, это прямо вот если, ну там пятачок есть, там где стоит 12 стул из одноименного произведения бессмертного. Вот это и считается самая маленькая площадь, и она официально зарегистрирована, насколько я знаю. Да, это так, короче. Викулечка, мы все, что хотели сказать, сказали. Так, и сейчас еще у нас, это все, это не финал. Это еще не финал. Не финал. Это еще не финал. Друзья, я знаю, что вам очень нравится Вика и Аня, поэтому мы всегда здесь долго задерживаемся. Спасибо вам за наши, за хорошие комментарии. Спасибо, что вы приходите, пишите добро. Мы стараемся, ребята, на самом деле очень сложно в это время. Но мы вас бережем, опять не тот размер. Опять не тот размер. И Коля, и Коля, ай-яй-яй. Здрасте, Даня. Анна Владимировна. Девочки, спасибо. Анна Владимировна. Будьте любезны, не получается у меня одеть вторую перчатку, не мой размерчик. Вот у нас. Обалдеть. Что это такое, рассказывай-то? Ну что это такое, праздник наш. Валыгдань. Как ты хотела почитать, расскажи. У нас к вам есть пожелания. Наши любимые, наши украинцы, наша любимая Одесса, наша любимая страна. Уважаем вас всех. Любим вас. Сан Саныч, большое спасибо. Дай пять. Молодец. Куличка, руку ты мне еще не зала. Спасибо. Можем сделать так. Давай. Отдай. Спасибо. Аня, давай с тобой тоже так. А теперь, Анечка, я так понимаю, стих будет, да? Да. Ну, пожелания. Привітання. У цей богословенний час прийміть найщиріше вітання з великим днем Святого Христового Воскресіння. Нехай Святий Велик День несе нам довгоочікувану радість перемоги, дарує надію та впевненість у завтрашньому дні. Вселяє спойки у серцях, живе душа та укріплює віру. Нехай Боже милість та богословення несуть у наші душі, всім від Україну мир. Ми від широго серця всіх витаємо з великим днем, він буде завтра у нас. Ми дійсно всі бажаємо тільки одного. Перемоги. Перемоги та миру. Перемоги. Дякую, дівчата, дякую за побажання. Дякую за те, що ви робите, за те, що ви годуєте якісне. Ну, це ж завтра тебе пригощати. Ні, це керечка можна. А це керечка теж? Так. Так. Дякую за те, що ви гадуєте людей, якісної продукції. Це для нас не можна вважати. Це правда, це чиста правда. Я знаєте, що кажу? Всегда. Лучше возьміть менше, чуть-чуть, але фрошого, качественного. Чем, типа, діпо взял дешево, а іноді пишуть в комментарі. Ой, да що, да це дорого, це самая дорога баранинка. Да баранину можна взяти дешевле, можна взяти дешевле. Сто процентів. Але це ягненок, друзі, молоді. Знаєте, а ми вам хотим показати хороше, вкусне. Це шоколадка? Да, це конфетка. Монос економить только на гробі, тому ж ти за нього не платиш. А на ній день не за економить, я ничем. Коко. Андрюшка. Ещё цикарочка. Анечка, чому-то решила, що я похудел, я решила мене накормити шукарками. Це для головного мозку. Ааа. Треба щось полуденький, щоб нас їх купити. Але це для головного, коли він є. І ещё у нас к вам, вам лично, подарок. І вам, Андрію, тоже подарок. Просто так ми вас не відпустимо. М? Мальча. Так. Кожному із вас ми даруємо. Вау. На головний день. Прошу. Дякую, дякую. Це ещё не всё. Я думаю, що ви знаєте, що з ним робити. Ми спеціально не марінували. Ви вдома приготовите, що ви захотите. Андрюша, будь ласка. Але у мене таке питання. Я можу у вас замовити послугу? Пасточку, дай там внутри пасточки. Кулечки пасточки. Спасибо огромное. Девчонки, вы такие крутые, вы такие классные. Сама пекла. Скажешь, что сама пекла? Да. Обмани нас. Да, не сама, но деньги мои. Я там пулечки. Раз мои деньги, значит сама пекла. Супер. Пекла моя подружка. Моя знакомая пекла. Да, вот так вот. Улётчик упаковочный. Нет, такое солнышко, вот такое. Там есть. Викуречки, вот она всё всё-таки знает. Хозяйка. Нет, я положила. Она просто нюдочка сейчас заказывает. Заказывает по телефону, заказывает. Нет. Нема, ну ладно. Нема. Нема, так нема. Такий день. Движнячий. Я вас тоже витаю с святым великим днем. Спасибо большое, ребята. Хотя если, я не знаю, вот Велик День кажут, но Пасха тоже кажут. Да, вот. Да, с пасочкой. И так, и так можно, да? Скрес. Христос, воскрес. Ну, это будет завтра. Да, это будет завтра. Вам счастья, здоровья, любви. Вы действительно большие молодцы. Я ещё раз это говорю и всегда буду говорить. Андрюша. Андрюша. Просто, просто, Андрюша, сейчас. Могу, стилька, две руки. Я тебе скажу. Я тебе скажу. Андрюша, что у нас... Сан Саныч. Спасибо огромное. Андрюша же у нас в нашей медиагруппе. Он же ещё занимается и СММ, и настройкой, регистрирует аккаунты. И он недавно девчонкам здесь что-то помогал. Даже не знаю, что мы сидели, ну, мы сидели работали. Там надо девочкам помочь. Я говорю, ну иди, пока есть время. И он приходит счастливый, будет первый гонорар получил мясом. Вот, вот так. Всегда запомните, благодарите людей, оставляйте чаевые, дарите добрые слова. Не держите злобы в себе. Жизнь такая штука. Провернёшься завтра уже 51, 53, 55, потом 120. А на 121 уже нечего будет вспомнить. Доброта. Просто космоски роз уже будет, да? Выходишь, огромное спасибо, Анечка, огромное спасибо. Я попрошу вас всё-таки выкатывать. Хорошо, мы сделаем. И можно это пока у вас оставить? Конечно, можете оставить. Мы пойдём ещё дальше. Можете оставить Андрюши. Это просто было на самом деле. Съёмки, да, всё до свидания. Это просто реквизит ничего. Одесса, как я на студии. Всё, давай. Всё, всё, это дом. Андрюша, а ты ещё стоит? Тоже выкатывать? Тоже выкатывать? Оставить тебя целый или выкатывать? Я могу видео записать дома. Всё, Андрюша не выкатывать. Андрюша не надо, он сам всё сделает. Здравствуйте. Видеодома. Я тоже записываю видео дома. Ну, сегодня такой день движения. Она, смотри, она собиралась сразу. Ты понял? Времени вообще никогда не теряет. Магия монтажа. И мы с вами уже в молочном корпусе, друзья. Это та часть, где продают копчение, колбасы. В общем, все вкусняшки. Ну, так, движуха есть, движуха есть, но ещё рано. Я думаю, что чуть попозже её будет побольше. Мы сейчас пойдём, посмотрим, что есть, у кого есть. И, соответственно, пообщаемся с нашими продавцами. Вот Наталочка наша, смотри, про Тюйя, у неё стоит очередь. О чём это говорит? О том, что там всё круто. Идём дальше. Посмотрим просто, кто есть из девчонок, мальчишек. Все есть, смотри, Любаша есть, Альбина есть. Доброе утро. Альбиночка, здравствуйте. Здравствуйте. Все девчонки, видишь, все есть, все работают. А там покажи, какая движуха. Вот тут уже побольше. Класс. Вот это я понимаю, вот это атмосфера, да? Смотрите, ребята приехали, всё нормально. Все есть. Здравствуйте. Ну что, друзья, движуху посмотрели, а теперь по порядку походим и узнаем цены. Идёмте. Отлично, 35 и я вам даю. Лилечка, спасибо. Спасибо. Лилечка, расскажи, какие цены сегодня, что с этим? Я не знаю. Какая красотка просто. Когда она всё успевёт? Я не знаю. Я всё успеваю, конечно. И так, 180, курочки небольшие, я думаю, сколько килограмм, полтора или даже меньше. Вот такая вот птичка выйдет, да, двится на 280 гривен, там полтора килограмма, почти кило 600. Так, здесь уже ничего не осталось, остались мои любимые, кстати. Есть курочки вот такие, вот без грудиночки, вот такие вот. Килограммчики, да? Да, сегодня куры мелкие, 173 гривни, 965 грамм. Да, да. Половиночка, вот есть грудиночка, вот такая вот. Тоже 180 гривен за килограмм. Можно собрать курицу свою, да? Да, можно собрать целую курочку, можно так. Всё по 180 гривен. Да, всё филе продали. Филе филе 220 гривен за килограмм, да, продали. Продали, я не вижу. Колбаса? Колбаса 220 гривен, 240 и 260. Вот это куриная ветчина, там и до филе, ну, в принципе, там и до филе, просто тут по-другому замариновано, другая черева. И купаты тоже, вот эти 260 гривен, они идут уже пропаренные. Где-то полтора килограмма. Ну, 300 гривен, 350 гривен, разные, из пищи меньше. И вот такие вот, видите, купаты, вот сейчас на гриль, на празднике, 105 гривен, вот такая упаковочка. Дайте, женщине курочку. А нашим зрителям номер телефона, по которому можно звонить и заказывать? 067-921-0431. Лиля и мама. Лиля и мама. Лиля и мама. Илечка, вам огромное спасибо. Хорошо. Вам тоже. Спасибо. 494 на 173, 170 гривен. А колбаска какая? Сольная и печена. Мясо забрала. Так. А почеревок? Почеревок 300. А почеревки? 200. Почеревки тоже попробую, мне нравится. Сколько сказали? 300? 300. Грамм 300 печеревок. На, то, попробуйте печену, очень добрый. Ну, чего не любите? 300 грамм печеревок. Наташа, нету 9 утра? Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. А вы уже пустая, да? 82-80. Вот что значит глава Винницкой мафии. Потому что я смотрю, рядом соседочка. Вы же не даете соседям торговать, да? Они уходят, да? Мовчите как-то, повезену с привозу. 175. Я стучу, я стучу. И 80. Ушки мы у вас в прошлый раз брали просто зачетные. 255-250 гривен мужчин. Дякую. Да, да, да. Всем понравилось. У вас там такие были колерованные, огромные. Спасибо, ешьте здоровье, приходьте. Вам спасибо. Спасибо. Это, кстати, наш зритель подошел из Сан Саныч благодаря вам. Вот нашел Наташу первый раз. Да, дякую вам, Сан Саныч. Но у Наташи уже пусто, молодец. Можем то, что мы можем. Можем то, что мы можем. А что делать, да? Я предупреждала всех, приходьте раньше. Ребра. Ребра 200 гривен. Как было так? Вуха по 100. По 100 вушка. Все-таки, смотрите, какие гранючие. На этот раз мы не будем убирать. Мы до прошлого раз наїлились. Наїлились. Молодцы. Сальна кобаска по 150. Это сальна. Это такой экономный вариант, можно сказать. Да, да. Почаревочек 300 гривен. Шикарный, друзья. Попробовал. Да, я отдал уже думаю, может быть и взять. Давайте я разрежу. А какой самый мясный вы меня выберете, будь ласка? Это мясный? Ну да. Как вы не видите, нет? Нам на великую компанию. Что-то подберем. Возвращайся, пожалуйста. 286. Но если с парой, то 280. То есть 6 гривен можно все-таки сэкономить. Хорошо? Только я это вот. Я рассчитываюсь. Постоянно у вас лежит. Буду идти обратно. Вы меня хоть гухнете, чтобы я не забыл. У меня там большой список. Сегодня нужно сделать еще базар. Потому что сами понимаете. Завтра Пасха. Базар есть базар. Чай у вас лежит. А? Это вам до церкви на Пасху. Бонус. Нет, нет. У вас не будет. А, тут что? Вибачьте. Я ставлю. У меня тут уже целый ящик. Так. Далее. 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 Это будет 300. А это будет? Ой, подчеревок. Будь ласточка. Ешьте здоровенький. Мягкий. Класс. Супер. Попробуйте. Я постсубота. Я еще не ушел. Я еще цены не на все узнал. Так. Шею вам разрежу. Почану покажу. Покажите. Так. Смотри какая красота. Какой рисунок. Попробуйте. Дуже доброе. Ваши фирменные специи. У меня не было списка шеи. Но я так понимаю. Если попробуешь, уже не уйдешь. Ага. Сегодня очень доброе. Есть шебеточки все таки запеченные люди. Уммм. Красно. Виточек будет чуть пожестче. Потому что шея естественно на мягче. А есть вот как четыре руки витереть? Салфеточка. А купати по чему? Купати? По 350. Ось вам салфеточка. Миней. Можна и душ принять? Нема купати. Сколько вы сказали? 350. 350. На тебе попробуйте. Девушка, давайте я не буду пробовать. Так. Что еще? Кровяночка. Кровяночка 150. Как была так и есть. Минаса все? По 350. По 350. Наташенька, я знаю, что вы не отправляете, но вам можно звонить, заказать. Так, так. На 213, 210. Когда такие ситуации, то лучше позвонить и отложить. Скажите номер телефона. На 98, 662, 71, 30. Что, ты стесняешься в кадр попасть? Да. Чего? Чего ты? Ты же нормальный, не запухший. Ты же не бухаешь. Слухайте. Кововары, легендарная кофейня, которая находится в Преображенском угол книжного переулка. Делаешь закупки. Да. Кстати, у тебя очень классно. Только уже на Пасху. А, не себе туда? Нет, себе. Самый лучший шмель или самый лучший бамбл это такой напиток, кто не знает. Я, кстати, вчера заехал в одну кофейню в другом районе города. Нет, нет, нет. И говорю, у вас есть бамбл. На колбаску печенок уже добрый. У нас это называется шмель. 350. И так, и так. Если это называется джмель. Джмель. А там в кововарах и жмель. Дуже рекомендую тебя, друзья, приходите. Преображенский угол книжного переулка. Кововары. И, кстати, каждый съемок кава у подарунок. Кожна. Запечена, да. Дуже добра. И все запечено. На взаим. Побачимось. Скоро не просто побачимось, а готовим до вас сюрприз. 350 гривен за килограмм. Мы все узнали? Телефончик сказали? Да. А то сразу меня уже Виталик перед... Вам в хорошей торговле. Дякую. Главное, буду идти обратно. Не забудьте меня дернуть. Не забуду. Я буду ждать вас. А вы вас, если что, позволите. Конечно. Главное, чтобы не было, что я уже уехал. Все, спасибо вам. До свидания. Здравствуйте. 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 К вам не пробиться. Виталик и здесь, и там. Да, да. На посту. А как ты покупаешь, если ты... Он взял с собой. Взял с собой. Да. Дегустатор с собой. Все правильно. Альбиночка, что у нас вообще происходит перед Пасхой? Да, да, да. Перед Пасхой у нас, слава Богу, люди покупают. Люди празднуют. Люди молодцы. И... Ну, все хорошо. Товар есть. Колбаска есть. Ну, я с ним так... Сало так... Сало берут, да. На посвятить, да. По кусочку, по кусочку. Сало берут. Хорошо. Да. 240 гривен, как и было, да. Не спекулируйте. Нет. На нужность. Сало 240. Солонинка, 283 вида, как всегда. Да. Просто соленая, с паприкой и черный перец, горчица. Угу. Все, как и было. Сыровяленые колбаски, все по 600 гривен. Какая цена была, такая и есть. С фисашками, с ромом, с вишней, с гранатом. Все, какое были цены, так и есть. Угу. Вот эти вот колбаски маленькие. 650. Покупатели делают покупку. Да. Это мой постоянный клиент, он мне не изменяет. Молодец, молодец. Да? Да. Да. Ты мой постоянный клиент. Виталий, а где ты ходишь еще по каким продавцам, которых мы показываем? Из мяса? Вообще, по привозу. По привозу, по новым. Я вот хожу в кальбине. Да. Естественно, вот на тесту еще я хожу в кальбине. Попробуй к нему не прийти, да? Ну да. Ха-ха-ха-ха-ха. Ну и в принципе, девочки с оленем. Ага. Да. Так не упомнишь. И мясо свежее я беру девочкой, которая тесочкой такая. У Вики? А, у Яночки? У Яночки. Ага. Молодец. И все нормально? Можно рекомендовать? Конечно, да. Нет, ничего лучше. Это шикарно. Шикарно. В Москве, пожалуйста. Хоть это как бы и наш знакомый, но на самом деле это не по славу. Видите, как приятно, когда очень много моих друзей и знакомых. Что тебе нужно дать? Мне еще после наших видео звонят и сказали, а там можно покупать? А это правда? И так далее. А теперь у меня обратный вопрос. Скажи мне подойти к... А тут походи, ну у Наташи там, где я стоял. Если у меня там что-то еще осталось. Ну, если нет, то подойдешь. Там Петривна, дальше тоже. Ну, там ребята есть. Хорошо. С наступающим тебя. Взаимно. Взаимно. Олешка, привет. Ты тоже здесь. Продолжаем, да? Да. Рассказывайте. Купатики. Сейчас люди берут хорошо посветить колечко. Так поставили в корзинку. 350 гривен килограммчик. Копченая колбаска. Так же самое. 350 гривен. Есть свина, есть свина говяжья. Почеревочки шикарные, мясные. 330 гривен килограмм. Рулечик с чесночком обалденный. 350 гривен. Мясо копченое, запеченное. 350 гривен килограммчик. Вот такие вот грушки. 600 гривен килограммчик. Колбаски вот эти все по 600 гривен в килограммчик. Вот такие вот разные. Большой выбор колбасок разных. Все по 600 гривен килограмм. Вареночка 280, как и была телятина и свинина с телятиной. Сосисочки 280. Вот такая колбаска 700 гривен килограммчик. Сервелатики 350. Говядина, свининка. Филе телятины, мармеладное 550 гривен килограмм. Балычок 550 гривен килограммчик. Вот такая вот шейка 550 гривен килограммчик. Колбаска опять же такая же свиноговяжья 350. Почеревочек 340. Язычки обалденные. Смотрите, 300 гривен килограмм. Телятина на пару 350. Ребрышки 230. Кровяночка 150. Бастурма. Обалденная бастурма. Мягенькая, шикарная, без жилок. 600 гривен говядина и 650 конина. Словечка 700 гривен килограммчик. Все вам рассказали? Да. Давайте узнаем график работы. Я понимаю, что завтра привоз выходной. И понедельник санитарный день. И понедельник санитарный день. Да. Вы выходите со вторника. Ну, или вы выходите со вторника. Ну, надеюсь. Как пойдет, я понял. Да. Ну, в общем, воскресенье, понедельник, выходные. Да. И дальше уже в обычном режиме, по идее. Да. А как на следующие выходные? На следующие выходные там работает постоянно. Работает? Да. То есть там уже не будете? Нет. Нет. Но вы, несмотря ни на что, продолжаете отправлять. Отправлять посылочки. Да. По Украине? За границу? Да. Везде? Да. Говорите номер телефона. 067-663-5607. Альбина. Альбиночка, огромное вам спасибо. Хорошая торговля, друзья. Идем дальше. Вам огромное спасибо. Смотрите, я вам подготовила вот такой вот. Ёлки-палки. Вот это, ты понял? На пасочку. Спасибо, Альбиночка. Спасибо огромное. Вам спасибо большое. А можно у вас на постоять пока? Конечно. Конечно. Спасибо, супер, класс. Дальше. Дашенька, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, я смотрю, у вас ажиотаж, да? Сегодня, говорится, ваш день. Ну, как всегда, да. Последняя неделя. Как вчера? То же самое было, да. А что с ценами на яйца? Цены чуть-чуть нам подняли на 5 гривен и то не все яйца. Обычно на фабриках завышают белое яйцо, потому что оно почему-то… Его красят, да? Его красят, оно пользуется большим таким вот спросом. Сколько? Какие сейчас цены на яйца? Средняя, средняя оптимальная цена какая? Смотрите, самая высокая 55. Да. И самая низкая у нас 28 гривен. 28 гривен. Средняя 40-45. Угу. 35. Этот у нас за десяток. И перепелочка у вас? 50. 50 за 20 штук. Да. Слушайте, ну, дай бог, чтобы всегда такая очень стояла. Я хочу, чтобы у людей было достаточно денег, чтобы они могли себе позволить. Да, паску нам никто не отменит. Это полезно, это вкусно и плюс еще паска, конечно. Да. Вам огромное спасибо. Там все свежее. У вас всегда, кстати, покажи, вот хозяюшки могут увидеть, как выглядит желток, то есть сравнить и выбрать, которые Мы вот так вот еще накрасили красивые яйца. Да, да, вы накрасили, вы украсили, вы, конечно, подготовились шикарно. Да. Огромное спасибо хорошей вам торговле. С наступающим праздником вас. Ну, увидимся уже после Пасхи. Да, посмотрим. Там еще следующие выходные такие, ну, проводы. Да, 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 да. Поэтому люди будут еще брать яйцо на кладбище. Здравствуйте. Это овечья брынза Бессарабия, да? Яйца тоже 300 гривен за килограмм. Угу. И самая старая 350 гривен за килограмм. Также у вас много вина. Вино, да. Вино шикарное у нас. Четыре вида, если не шикарно. Четыре вида, так, так, так. И по 60. Пять виноградов и четыре вида. Так. Есть Саперави, воно чуть мягче, нежнее такое. Есть Зайбер, воно более плотное, насыщенное, темное, хорошее. Белое шардоне. И у нас попросили сделать шампанское. У нас есть такий баллон специальный. То есть вы газируете прямо? Да. И человек загазировал. Ну, был заказ, да. Он так всем рассказал. Не получилось, да? Да вообще, просто белое шампанское. Ага, класс. Это виноград для шампанских, он из шардоне. Да. Из шардоне, понятно, да? Да. И его можно загазировать, у нас есть чем. Ну, это надо заказать предварительно. То есть вам можно, сколько будет стоить шампанское? 80 гривен литр. 80 гривен литр. Так. А какое оно будет? Полусладкое, полусухое? Есть сухое, есть полусладкое. Можно так и можно так. Вообще просто. Ну, не осталось. Давайте попробуем. Ну, не осталось. Это вытриманная, а это молоденькая. Какая? Вытриманная. Сочи совсем маленькие. Так. А какая цена вот такой бренды? Такая 300 гривен за килограмм. Что молоденькая, что вытриманная. Что такая, что такая. Так, пока 300 гривен за килограмм. Вино по 60 гривен. Если я не считаю, шампанское 80. 80 гривен. Супер. Нет, нет, подождите. Я думаю. Да, пожалуйста, думаю. Думайте, думайте. Никто ж никого не подождает. И у вас также есть масло. Масло. Да. Есть сыра и есть жареная семечка. Да. Сыра 80 гривен. Но для пароля Сан Саныча по 70 гривен. Конечно. Жарено 100 гривен литр. Яйца сегодня 45. Так они по 40. Ну, так их уже мало, их уже нема. Ну, тоже и пекти там надо, и салаты. Сегодня по 45. Так. Светочка, вам можно звонить, заказывать? Можна. Вы отправляете. Так, так. Будете отправлять и дальше? Конечно, конечно. Будем отправлять. 096 98 81 264. Здравствуйте. Дякую. Пожалуйста, звоните, пишите. Отправляем. Було и посилочки. Я хочу подякувать всем, кто заказал на Пасху. Було, отправляли. Человек говорит, что ты будешь только посилки паковать целый день. Ну, слава Богу. Заказывали. Дякую. Слава Богу. Яйца все. Хорошо, он торгов. Да, конечно, наши. Горного дня. Королева сыров и корол. Корол. Король. Король. А ну, брысь отсюда. Король. Брысь отсюда. Вот так вот, да? Ты понял? А что он своим плечом меня закрыл, меня даже не видно. Ну, как это-то? Алиночка, движуха есть. Это хорошо. Это радует. Да, слава Богу. Люди кушают вкусненько, полезно приходят. Давайте экспресс пробежимся, цены расскажем, да? Ничего не поменялось. Ничего личного. Может быть, кто-то поднял, мы не поднимали. У нас свои постоянные, мы любим свои. Ну, в смысле. Давайте по ассортименту. У вас есть брынза. Да. У вас есть брынза козья, коровья, смесь и овечья. Да. Да. Смотрите. Давайте, цены. Сулугуни 210. Козочка. Молоденькая 200, постарше 250. Коробка 160. По распродаже студенческая есть и по 120. А это надо студенческий билет показывать? Ну да, наши бабушки, дедушки все приходят, говорят, студенческая и сразу все понимаем. Отлично. Косюлька точно так же. Овечка 230, 220 и по 200 есть, и по 250. То есть от 200 гривен. Да. Приходите, торгуйтесь, всегда с удовольствием. Масло есть? Пока есть молочко. Масло есть сливочное. Вот такое. Смотрите, какое желтенькое. Я просто уже ждал этого майского. А дуванчики? Или это еще не только? Оно. Уже оно. Сколько стоит? 350. После Пасхи уже рассмотрим вариант. Может, будет дешевле. Посмотрим. Хорошо. Дальше. Бурата 100, моцарелла. Смотрите, какая красивая. Я сейчас попробовала чуть помельче сделать. 100 гривен. Лавнешки 120. Рикотта с козьей сывороткой. Пока делаю. Будет жарко. Буду смотреть дальше сами на связи. 100 гривен пасочка. Смотрите, какая классная. Самая полезная диетическая. Дальше. С пажетником сыр 600. Вот такой вот с травками, со специями 600. Вот такой вот, кстати, с мятой, с чабрецом. Очень сильно понравился на ярмарках. Пожалуйста, 600. Да. Макс. Макс. Если говорить за ярмарки, то 18-19 мая на территории Одесски киностудии состоится фестиваль «Одесса мама». Вы там будете? Конечно. Да. Дальше. Адыгейский сыр обалденно вкусный. Уже потеряла. Вот такой вот. 300 гривен килограмм. Тоже диетический, сладенький, без сахара, без соли. Сугубо с молока. Адыгейский сырочек. Вот такая красота. Немножко осталось, но привезем уже. Так, что у нас еще есть? На что похоже? На что похоже, угадайте в трех раз. Ух ты на яичко. Конечно. Это желток внутри? Конечно. А ну пробуйте, скажите мне точно, что это? Что это? Что это? Двойку поставьте. Это похоже на перепелиное яичко. Это желток же, да? Нет. Внутри крем-сыр с куркумой и спажетником. Вокруг обтянутым моцерельным сыром. Классно. Вообще-то как будто имитация желтка. Точно. Это уже по вкусу. Вот это вот красота. Просто. Так что если сегодня выпустите, то уже сразу прибегут и заберут меня. Сегодня они выпустим. У нас график 6.30 завтра с утра. Я буду их делать под заказ, на проводы буду делать. Так что все в порядок. Кстати, вот такая же ведерочка 100 гривен. Супер. Тедемуан. 800 гривен килограмм. Сливочные, нежные. Сейчас немножко поплотнее привожу, пока жалко. Угу. Классный, хороший. Настоящий крафтовый сыр. Да. И также у меня, смотрите, оставались вот такие классные еще сырочки. Кузий сыр. Два года в водичке. С паприкой. Дай попробовать. Конечно. Это будет а-ля партизан. Такой настоящий, да? Я подслышала, что вы дальше идете кофе пить. Так что будете запивать. Чай заказали. Тут, кстати, деченки. А, чай? Да. У них такой классный чай делают они просто. Да, я знаю. Мы сами каждое утро кайфуем. Класс. Это то, что надо. Да. Ну, если бы он был без вот этих всех специй, то его можно было бы под кофе. А так это вот помидорочку взять, взять зеленушечку. Вот такое, знаете, может быть даже натварную картошечку молодую. И это вот просто песня, да? Ну, 100 гривен. Кстати, к молодой картошке хорошо мое масло сливочное. Целенько ее туда отвариваешь. Только, только. Только. Только вот это масло сливочное. Только. Хорошо к молодой картошке. Другой не подходит. Туда укропчика желательно с огорода, но как выходит. Да. А, кстати, вот то, что вы говорите без специй. Вот чисто классически. А что ты тут режешь неэкономно? Он варился по принципу Гауды. Это тебе нужно экономно. Она мне рассказывает, ты неправильно режешь, ты еще больше не так. Ты нож просто натучила, она хорошо режет. Я Сан Саныча. Я бы к такому сыру бы предложила вино. Ой. Грушевое или чайную розу. Сегодня, видите, у нас много его. На праздники и по заказу. Какая цена вина? 200 гривен фруктового вина. Это бутылочка, да? Да, да, да. Красное сухое 60 литр и белое сухое 60 литр. Масло подсолнечное 80 со скидкой от Сан Саныча 70. И, кстати, чайную розу немножко вот налили в бутылочку, чтобы тут немножко дать попробовать. Помните? Аромат чайной розы. Я помню. Я его, конечно, я его и пил, что у вас где-то. Я уже не помню. На фестивале, наверное. Да. Вот такая красота. Что я еще не забыла? Сулугу. Я вроде все рассказала о себе ассортиментах. Сервис чаечек. Чаечек. Почему чаечек? 120? 20 гривен, друзья. И вам приносят. Это вас находят в любой точке привоза просто. Вкусный аромат. Как мы любим, да? Все как это? Я над тобой... Ой, дам мне творог красивый. Даже... А это вам еще на чай. Где творог? Мы продали? Вы нам чай, мы вам на чай. Андрюша, видишь, как тебя? Как тебя уважают? Ну, это тоже, да. Любой, да, ему можно взять? Да, конечно. А какой больше с любовью сделан? Оба. Оба. Андрюша, тогда тебе вот этот вот, держи. Я тебе вот здесь поставлю. Спасибо большое. Здесь я поставлю, потом заберешь. Это мы заказали. У девчонок такой классный чай. Вот. И мы, короче, решили, как говорится, не удержаться. Правильно, с нашим сырочком. Да. Солнце, я забыла сказать за творожок, пока не забыла. Смотрите, какой классный творожок. Пока не забыла договорить, конечно. Шикарный, специальный. Это я уже заказик отложила, подписала. Ну, вот такой. Попробуйте. Я бы хотел уточнить, а какой вы порекомендуете сырок под чай со вкусом глинтвейна? Это крокодей, что ли? Нет, это глинтвейн. Это крокодей, слышишь? Ну, давай, будь выше этого. Смотрите, во-первых, в горячем виде, когда пьешь чем-то горячим, козьи сыры хорошо себя раскрывают. Кстати, да. То есть вот этот вкус становится более ярче и насыщеннее. Я сегодня заговариваю, походу. Сейчас будем раскрывать вкус. Но тут же все зависит от того, кто что любит. Тут так же. Алина, я скажу, вы так и знаете толку в извращениях. Все классно. Ну, если уже есть чем запивать, дают пятигодовалый сырочек. Конечно, есть. У вас всегда есть чем запить на вашем прилавке? Да. Что это такое? Пятигодовалый сыр. Да. Просто у нас каждый в нем все становится старше насыщеннее и более кремовый. Да ты шо? Помните наши кристаллики? Да. Пробуйте. Это уже овечий сыр. Ему два года. Угу. Пожалуйста. Все можно тут. Все можно, да? Да, да. Я уже сняла. Да. Я люблю приходить к Алине. Накормят, напоят, цены расскажут. И, кстати, вам же можно звонить и вы отправляете? Конечно, отправляем. Только вы так настойчивые. Вчера такие молодцы ваши зрители были. Они знали, что я должна была утром отправить посылочку, но я ее не отправила. Пришел люди, люди, люди. Даже просто некогда отслышать, хотя уже было все завакуумировано. Упаковано. Только стола подписать, подсчитать и отправить. И они молодцы прям. Алиночка, вы помните, Алиночка, вы помните. И я, слава богу, все успела. Максим еще пришел. Еще, получается, три часа, алиночка началась тревога. И мы, ой, все, и до пяти шина может не закончится. А там без каких машинов пять уезжает. Ну, все нормально, слава богу. Прошло, отправили, успели. Да, сегодня наши, ваши зрители, мои покупатели уже будут кушать сыры. Супер. Я скажу, что вообще наши зрители настойчивые. А если бы знали, где вы живете, они бы постучали ночью и пришли бы за сыром. Да? Да. Ну, смотрите, вот эти вот сырочки, сырочек как яйцо перепелиное, я вообще сделала вам подарок. Так как вы у меня молочинка, не пропускайте меня. И у вас есть маленькая дотя. Да. Моя, кстати, дома красит яйца. Но я сегодня тоже, да. С бабушкой. Бабушка, конечно, уже напекла много-много пасочек. Правда, мы не успели к ним заехать, потому что все по работе, все тут. А вот это вот дотя обязательно передайте. Спасибо. Потому что я старалась вот чисто вот так вот для вас, для тех, кто знает этот вкус, для тех, кто вот именно понимает, потому что на привозе. Брынза недорогая, приходите, пока есть трава, цветочки, все это масло, кто запасается, после Пасхи заказывайте, я привезу под заказ и морозилочку. Кому надо, завакуумируем под заказ. Можно завакуумировать, да. По индивидуальному договоренности. Индивидуальному договоренности. На договоренности, да. Огромное спасибо. Я попозже зайду заберу, потому что мы еще… Все, я запрячу. Это одна баночка. Мы телефончик скажем нашим зрителям. Конечно. Говорите. 099 479 57 44. Алинка картинка. Ну, уже после Пасхи Алина будет отправлять, конечно, но звоните. И настойчивее. Могите, какая милая женщина торгует коровьей брынзой. Оля, да, вас зовут? Свои коровки. Очень приятно. Откуда вы приехали? А у столка. У вас все свои коровки. По чем брынзочка сегодня? 170. 170. А по каким дням вы приезжаете у нас? Я приезжаю в воскресенье и в среду. Ага. А сегодня вы решили в субботу. Потому что я вижу, что я вас никогда не видел. Завтра выходной день. Да, мы обычно по субботам снимаем, а мы в воскресенье и в среду. Вы здесь стоите? Нет, я там стою. Вот там стоите, да? На той стороне. Скажите, а вам можно звонить и делать заказы? Можно. Говорите номер телефона. Еще и номер не помню. Не помните номер. В телефоне только. В телефоне только. Хорошо. Вас можно здесь найти по среду и неделю. Вот там я стою. Вот там. А можно попробовать вашу брензу? Вот эту брензу я делала сегодня. Ага. Сладенько. А вот эту я делала вчера. Чуть-чуть просолила. Здравствуйте. Есть и солонее. Здравствуйте. Есть и солонее. Да. Есть и солонее. Это малосольное. Как раз у тех, кто любит малосольную. Пробуйте эту. Потому что как раз недавно мама попросила купить малосольную брензу. Завтра выходной день. Угу. Поэтому мы приехали сегодня. Супер. У вас очень вкусно. Друзья, находите Олю. Домашние. Свои коровки. Да. Пять коровок. А вы кроме брензу еще что делаете? Молочко привозите? Сметана, масло. Но у меня соседи дома берут. Ага. То есть на привоз вы привозите? Редко привожу масло. А так дома соседи еще берут. Супер. Спасибо. У вас реально все очень вкусно. Да. Вкусно. Хорошей вам торговли. И почаще приезжайте и привозите такие вкусняшки одесситам Димки надоем, здоровым таки привезем. Доброе. Мы вышли на улицу и сразу попали к волшебнику. Человек, который из граната может сделать сок. Покажешь нам как это происходит? Сейчас. Да? Как раз сейчас смотришь. Значит что здесь есть? Грузинское вино. Ананасовое. Вино из дыни. Пастила. Все это делается практически при вас. Или не все делается при нас. Что-то приезжает. Ты говорил у тебя грузинское вино, да? Да. С самой Грузии приезжает? Да. Так. Скажи здесь натуральный сок. Здесь нет ни воды. Никто ничего не бодяжит. Все честно. Все честно. Да. Так. Развязается. А какая цена? 120 гривен. Смотри какой. 150 гривен. Приезжает цена. Приезжает цена. От чего цена зависит? Количество. Объем. Литр сколько стоит? 100 гривен. Угу. То есть прямо здесь вот вам выжмут. Выжмут здесь правильно. Отожмут. И пожалуйста. Вот так вот. Тарас, а ты отправляешь по Украине? Да. Да. Скажи номер телефона свой. Ты уже выучил его? Да. Ага. Все записано. Говори. Пожалуйста. Вот. Тарас написал свой номер телефона. Я помню, как мы к тебе первый раз подошли и искали долго номер телефона. Ну супер. Так. Что еще? Расскажи. Грузинское вино какое и почем? Есть кинзмарау. Да. Есть кинзмарау. Есть кинзмарау. Есть ананас. Гранатовое вино. Есть сухое гранатовое вино. Шикарное. 150 гривен. Сухое гранатовое и есть ананасовое вино. Да. А ананасовое вино сколько стоит? По 120 гривен. Это за литр цена? Это за литр цена? Это здесь делают или в Грузии? Нет. Это приносит меня из Грузии. Все. Я понял. Супер. Хорошей тебе торговли. Давай. С наступающим. Так, друзья. Идем дальше. Смотрим. Так. Клубника. Сейчас пройдемся посмотрим. Тут движуха сильная. Микада, Калина. Какая красивая. Цены правда нету. Надо узнать. А сколько такая Микада стоит? 180. 180. Красивая. Реально красивая Микада. Так. Тут очередь. И это не может не радовать. Микада очень вкусная. Здравствуйте. А почем ваша Микада? 180. 180. А Примадонна? 150. 150. Огурчик? Огурчик. И молодая картошка? 80. И у вас уже пустые прилавки, да? Уже сюда продали и праздновать Паспу? Да. Супер. А Микада почему вы говорите? Микаду надо взять. Я думаю, что сейчас мы возьмем Микада, потому что она реально красивая. Так. Давайте посмотрим, что тут еще есть. Так. Черри. 80. Цветная капуста. 90. Молодая. 35. Огурчик. 100. Так. Дневка. Молодая. 90. Вот такие вот помидоры. Примадонна. 90. Кабачок. 90. Горох. 150. И клубника. 100. Клубники сейчас очень много. Смотрите, как она красивая. Вот эта клубника сейчас очень-очень сладкая. Реально очень вкусная. Зелень. Так. Здесь почему-то вот тишина, а там дальше очередь. Идемте там, где очередь. Посмотрим, что там. Когда движуха, это всегда, всегда интересно. Так. Также есть еще и старая картошка. Вот здесь вот всегда широкий ассортимент в этой торговой точке. 30, 35. В принципе, мы видим лук 30. Морковка, буряк по 30. Сколько там? На 100. Так. Посмотрим, что там. Здесь 120 клубника. По 100. По 100. Есть по 100, да. Ага. Есть по 100. Ну, в принципе, по 100 клубника можно взять. Огурцы по 90. Сейчас всего этого много уже. Это все выращивают в Одесской области. Поэтому выбор есть. Выбор есть, но и движуха есть. Вот так вот, смотрите. А тут прям не пройдешь. Так. Здесь клубника 120. Помидор 100. Лук 35. Свекла 25. Картошечка 30. Пекиночка 60. Морковка 25. Старая капуста 25. 120 стоит. Грибы. Кабачок. Витя, привет. Это уже наши? Да, да, да. Дай. Это уже наши кабачки по 80. Цветная капуста 85. Баклажан 120. Такая вот картошечка 100. Перчик 150. Помидорка 180. 100 есть. Есть по 100. Много помидорки. Так. Сам Самочка гуляет. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Так. Получил маленький сок. Есть виноград по 200. По 120 кубника. И есть перчик по 130. Ну что, давайте посмотрим, что еще есть. Еще горох. Горох уже начал появляться. Кстати, уже по 100. Здесь даже клубника есть по 80. Смотрите. Красивая. Друзья, выбор большой. Базар хороший. Поэтому нужно приходить, выбирать, находить своих продавцов. Выбирать товар, который вам нравился. Сейчас уже в принципе цитрусы отходят. Но они тоже еще есть. Лимон вот есть по 85. Мандарин 85. Апельсин 80. Ну понятно, что когда уже появляется клубника. Когда уже появляются наши фрукты и овощи, то соответственно это все уже становится менее актуально. Давай узнаем, почем пасочки. Здравствуйте. А почем ваши пасочки? Это 25. Такая 25. Следующая? 40. Есть вот такие вот. Я даже не знаю, как это сказать. Куличи. Куличи. Какие-то караваи. Почем такие? 40. 40 эти? 50. 50 это? 80. 80. 200. Это как называется? Штоллин. Штоллин. Штоллин 200 и такие паски почем? 200. Или это тоже Штоллины? Нет. Это 200 или 120? Это 120 и это 200. Ну продавайте все по 200 и нормально заработаете. Класс. Супер. Спасибо. Хорошей торговли. Пошли посмотрим еще. Прогуляемся. Я думаю, что мы покажем просто даже атмосферу. Тут он и конфеты продает и что хочешь. Прям движуха. А конфеты почем ваши? 180. Все конфеты. Единая цена. Бери пакетик. Выбирай. Красота. Супер. Тут много продают зелени. Лучок. Укропчик. Просто с огорода женщины. Тут движуха такая интересная достаточно. А на флоры будет много? Много. Слушайте, представьте в каких условиях мы снимаем. Поставьте лайк этому видео, друзья. Андрюша там ведет и задом, и боком. Как угодно. Вот красивый лучок. Пучок 5 гривен. Пучок 10 гривен. У всех разные цены. Ну, тут сейчас, мне кажется, даже и особо узнавать, наверное, смысла нету. Потому что цена меняется постоянно. 10 гривен лучок. Слушай, ну тут интересно. Тут интересно. Знаешь что? Пошли сейчас входим вот там, где продают специи, орехи. Покажем тот магазин. Там тоже интересно. Заодно узнаем, какие есть варианты приправы для баранины. Вот этот магазин. Сухофрукты. Оптом. Тавровоз. Дреб. Идем, зайдем вовнутрь. Тут на входе вам сразу тоже можно посмотреть, что есть. Сейчас самые актуальные позиции. Понятное дело, изюм. Так, что тут, смотрите. Оливки, маслины вяленые. Вот специи. То, что мы хотели посмотреть в первую очередь. Значит, есть, смотрите, есть готовые уже приправы. Смеси есть. Для плова, для жаркого, для картофеля, шашлык, курица, говядина, салат. Кстати, баранину не вижу, сейчас спросим. Но, по идее, должна быть. Так, после дальше посмотрим, что тут есть. Тут много разных чаев, кофе, крупы, масло оливковое какое хочешь. Смотри, есть 500, 445, 495. Любой каприз за наши деньги. Вкусняшек много, какие хочешь. Сейчас мы пообщаемся. Сейчас парень освободится. Он сейчас работает. Мы пообщаемся. Он отправляет по всей Украине. Причем есть опт. То есть, если вы хотите открыть такой магазин, то вы сможете это сделать. Здесь много сладостей. Есть всевозможные ананас, ананас в шоколаде, дыня в шоколаде, чернослив в шоколаде. Смотрите, что творят просто. Что хочешь. Сало только нет. Я думаю, что сало с шоколаде ты тоже наедешь. Это привоз, детка. Так, 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 так. Вкусняшки различные, какие хочешь. Здесь просто. Ну, опять-таки, сейчас перед праздниками мы видим, да, что все разорвано. Полки полупустые, потому что движуха. Это на самом деле радует. Где те блогеры? Покажите мне пустой привоз, который пишет, пустой привоз. Ребят, не хайпуйте на этом, не надо. Еще раз говорю, если мы с вами вместе придем в понедельник, особенно в санитарный день, вечером или в середине дня, то мы, конечно же, покажем пустой привоз. Люди есть. Их, наверное, не так много, как хотелось бы, как когда-то было, как мы все вспоминаем. Но давайте не забывать, что происходит в нашей стране, какие события. Так, чернослив. Ой, очень пахнет чернослив. Смотри, 120, 160, 160, какой хочешь. Вот эти конфеты классные. Они есть с черносливом, с курагой, тоже шикарно. И тут большой выбор орехов. Какие хочешь. Просто вот, какие нам нужны, такие здесь и есть. Хотя тоже, смотри, полупустые полки. Все продал. Все продал. Молодец. Молодец. Миндаль золотой, фундук сырой. Это, кстати, абрикосовая косточка. Очень полезная. Пелка эта абрикосовая косточка? Миндалин считаю. Нет. Миндаль рядом. Попробуй абрикосовую косточку. Миндаль. Это вот миндаль. Покажи ее крупнее. Вот миндаль. А из какого гостения? Абрикосовая косточка? Из абрикосы. Знаешь, библи? Миндаль. Я думал, что абрикосовая косточка это миндаль. Не, не, не. Это именно... А откуда идет, не знаю, там арахис? Из арахиса. Фундук из фундука. Э, просто они похожи. Привет, дорогой. Привет. Мы тут ходим у тебя по магазину, как у себя дома. Мы уже здесь все знаем. Уже можем вести прямые трансляции, продажу. Я смотрю, что, судя по тому, что полки полупустые, то торговля нормальная на Пасху, да у тебя? Нормальная, да, слабая. Радует. Единственное, мы смотрели специи, мы хотели для баранины посмотреть. У тебя нету баранины? Есть. Есть? Ты где-то спрятал их? Нет, я сам делал это для... А, ты сам сделаешь набор, да? Да. Угу. Супер, ты нам сейчас сделаешь, да? Да. Сейчас отпустишь людей, потому что у нас есть баранина, и мы хотим что-то приготовить. Что это за перец? Это перец фаршированный, а внутри брынза? Внутри брынза и перец, да, фаршированный. Он острый? Нет, это сладкий. Сладкий. Я помню, Валерич пробовал, ему понравилось. Такое интересно, кто любит действительно вот сыры. Есть, кстати, что это? Чили, да? Нет, что это такое? Чили. Чили, да? Интересно. Yellow pepper. Yellow pepper. Желтый перец. Корица. Ну и специи, какие хочешь. То есть есть, как я уже говорил, здесь смеси и есть моновкусы. То есть какие хочешь, вам подберут. Сейчас будем узнавать цены, условия работы, телефон. Чай сзади. Чай сзади. Кстати, есть же, что ты видишь, рассыпной. То есть не только пакетированный. Молочный. Это, который цветком распускается в чай. Вот это он, да? Угу. Это классный. Это он зеленый, да, считается? Да, зеленый. Есть какие хочешь смеси. И черные, и зеленые, и травяные. Не, это классная тема. Для сна взбодриться. Просто в тонусе держать. Ну и вот здесь вот, я еще обращаю внимание, ну тут интересные, вкусные, разные конфетки, батончики для детей. То есть это как бы заводские, а с той стороны есть, были во всяком случае, если он не продал, были натуральные. Да, вот, смотри. Сникерс. Да. Вот эта штучка стоит 40 гривен, смотрите. Здесь все натурально. Орехи. И гранатовый сок, да, судя по всему. Ну это чешхела, вы понимаете, да? А это вяленая дыня. Хотел сказать, груша, это дыня. Халва, смотри, какая красивая. Конфетки, кстати, интересные. Где-то куда-то идете на какой-то праздник, смотри, какие шоколады интересные. То есть не то, что, знаешь, там традиционно в супермаркетах, а есть такие достаточно интересные эксклюзивы. Киндеры. Палочки такие. А, это есть, он у нас идет так, а это, видите, в таких вот. Кстати, можно сделать вот так вот, раз. Красиво. Покажи, как финик на ленточке. Финик на ленточке. Покажи. Покажи. Ты покажи, а я вот так подержу. Вот это финик на ленточке. На веточке, так будет. В общем, я думаю, что он должен дороже быть, чем вот этот, потому что он натуральный, без сиропов. Потому что поэтому видно, что он в сиропе. Тут и круга, кстати, она тоже отличается по цене, потому что та, которая натуральная, она будет дороже. Та, которая со всякими сиропами. Ну, натуральная, то есть просто сорвали зель. Да, это просто азовель. Да, да. Чем? То есть сахар тоже как в день стоит. Красиво. Потому что она так больше ценится. Почему, скажи мне, почему натуральная курага дороже, чем которая в сиропе? Это натуральный кураг, вид некрасивый. Нет, она некрасивый вид, но она дороже, да? Она дороже. Да, почему? Потому что она натуральная, да, наверное? Да. Давай по специям сориентируйся, что по ценам? Специям на 100 грамм 40 гривен. 100 грамм 40 гривен. А если еще дороже, это перец розовый, перец зеленый, перец такой, это дороже. Остальное все один. Так, смотри, у нас есть две небольшие лопатки бараньи. Где-то, наверное, килограмма по два. Вот нам надо сделать нам два разных, чтобы специи были. Тебе же нужно тоже специи на барашка, правильно? Такие, чтобы просто... Понял? Сделай нам, у нас вот есть лопатка бараньи, две штуки. Сделай нам каждому по чуть-чуть специй, чтобы мы могли приготовить барашка. Да, это поджарить, под шашлык. Ты будешь запихать в духовке? Я думаю, что запихать, скорее всего. Я думаю, что я буду... На гриле будешь? В казане прямо на улице. В казане, на улице? Ну, что ты будешь? Ты его будешь тушить или ты будешь его... Может, если на гриле, это один набор специй? А можно два раза сделать и на гриле, и в казане? Можно. Любой каприз за ваши деньги, молодой человек. Острый или так, средний? Средний. Остренький сильно не надо. Так, чтобы можно было всей семье кушать, и детям, и взрослым. А рассказывай, что ты кладешь? Тут добавляем перши, и коры нежные, и перш черный молотый, и узбекский зиро. Такой съел. И джамбур, чабрес. Ага. Добавляешь. Так, для шашлыка чуть-чуть. Ага. И это будет... Угу. Супер. Еще чуть-чуть попрыгаю, будет свет красный. Ага. Класс. То есть это будет и для... Это... Это, короче, на университет. Для этого запхать или поджать. Ага. Универсально. Супер. Хорошо. Тебе можно звонить. У тебя можно все, что мы показали, заказывать, и ты отправляешь по Украине. Все. Какой номер телефона? 099-604-29-25. И я правильно сказал, что у кого свои магазины, ты можешь помочь организовать такой бизнес. Сделай нам еще такой. Нам две. Нам два надо. То есть, поэтому, друзья, звоните. Вы ассортимент видели. По специям ты тоже проконсультируешь. Надо только их хорошо будет тогда и потом перемешать, перед тем, как готовить. Надо их до однородной массы довести. А можно карточка у вас рассчитываться? Сейчас нет только наличия. Очень жаль. Надо карточкой тоже? Ты что? Сейчас столько людей хотят рассчитаться картой. Слушай, а ты можешь, есть же приложение, ты можешь в банк поставить, допустим, если у тебя приват. Там как-то есть приложение. Ну, там надо разобраться просто. Через телефон. Я просто видел, да, что даже сейчас не надо покупать терминал, потому что терминал тоже как бы денег стоит. Есть какое-то приложение, я просто не разбирался, потому что я пользуюсь терминалом. У меня терминал. Но, в принципе, я видел, что уже есть прямо в телефоне. Пик. У меня карточка есть. Карточка работает. Я как... Шифруешься, я понял, да. Люди берут 100 гривен. На 100 гривен я не работаю на карте. Боже, это 1000, 2000. Не, одно дело перекинуть на карту, другое дело, знаешь, можно так подойти, пик, пик, вот так вот. Просто сейчас есть уже какая возможность в банке так делать. То есть я видел, что люди прям с телефоном подходят один к другому. Просто ты что-то открыл, я пикнул и перешли деньги. Даже так можно. Сколько это стоит? Это? Да. Все. Подар. Ты понял? Чтобы ты понимал, нам баранину тоже подарили. То есть у нас... Андрюш, ты понял? Ага. Вот, жизнь налаживается. Супер. Огромное тебе спасибо. Тебе хорошая торговля. Спасибо большое. С Пасхой тебя не поздравляю, вы не празднуете Пасху? Нет. Ну, тем не менее. Я поздравляю. Счастья тебе, здоровья. Спасибо вам. Все. Ну, друзья, вот такой вот привоз сегодня. Слушайте, я думаю, что видео заслужило жирный-прижирный лайк. Если вы до сих пор еще не подписались на YouTube канал Взрослый Разговор, то прямо сейчас все бросьте и под видео нажмите эту кнопочку подписаться. Рядом с ней нажмите на колокольчик и вы точно не пропустите ни одного видео на моем канале. Но если вдруг после просмотра видео у вас все-таки остались ко мне личные вопросы, пожелания или предложения, вот мой инстаграм. Подписывайтесь на меня в инстаграм. Пишите мне в личку. Я отвечаю очень-очень быстро. И не будьте жадинами. Обязательно поделитесь этим видео с друзьями в соцсетях. Там тоже все очень просто. Под видео есть кнопочка поделиться. Нажимайте на нее и выбирайте там через Telegram, через WhatsApp, через Facebook. Просто делитесь этим видео со всеми своими друзьями. Меня зовут Сан Саныч. Камеру у нас держит Андрей. Вы его уже видели сегодня или не видели? Ну, сегодня не видели, в четверг мы тебе показывали. Напишите, если вам интересно, то мы вам еще его покажем. Сегодня 4 мая 2024 года. Это Одесса привоз перед Пасхой. Завтра привоз в выходной, в понедельник привоз в выходной. Желаем вам мира, добра, любви и счастья. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok